Почетным гостем выставки ярмарки «Симбирская книга» стал Глеб Глинка, потомок старинного дворянского рода, адвокат, гражданин США, вдовец Елизаветы Глинка, доктора Лизы. Главной целью визита стала презентация книги о его славном роде «Симбирских Глинка», которая основана на записях из тетради дневника его родной тетки, сестры отца Елены Александровны Глинка, в замужестве Лебедевой. В Ульяновске Глеб Глебович не первый раз. Знакомство с городом, где родился его дед и отец, организовал ульяновский краевед Сергей Петров. Сергей Борисович долгие годы пытался найти потомков известного писателя-публициста Александра Сергеевича Глинки-Волжского. В 92-м году я оказался в МГУ на стажировке в Институте повышения квалификации. И я сразу же бросился в Государственный архив литературы и искусства, где хранились документы Глинки. Прежде всего его биографии, автобиография в шести в рядах. И я выписал все от руки. Только спустя несколько лет ему удалось связаться через писателя-эмигранта Юрия Дружникова с Глебом Глебовичем, внуком Глинки-Волжского. Накануне встреч с участниками выставки-ярмарки нам удалось поговорить с Глебом Глебовичем. Я первый раз в Россию попал в середине перестройки, в период перестройки 80-х годов, после 86-го года. А повод какой был? Ну, я всегда тянулся сюда. Я был в среде эмиграции. Остаток первой эмиграции. Они уже были достаточно в возрасте. И вторая, так называемая, эмиграция, послевоенная. И они оба считали, что они только временно за границей. Они даже себя не называли эмигрантами, а бешенцами. И папа мой на примере это уже. Глеб Александрович Глинка, отец Глеба Глебовича, советский поэт, прозаик. Во время войны попал в плен к фашистам. А потом бежал и был вынужден остаться за пределами своей страны. Папа мой отказывался. Он никогда гражданство чужое не принимал. Хоть у него не было гражданства, потому что он потерял советское свое гражданство, когда он за границу уехал. Так что он был так называемый DP. Displaced person. Это люди без гражданства. Они путешествовали через нансовский паспорт. Был такой нансов. В Объединенной Нации был паспорт. Так что он английский язык, например, не выучил. Он, может быть, 20 слов английского знал. И это за 30 с чем-то лет. Он жил там, как в гостях. А мама у вас откуда была? Она была не русская? Была полька. Она вообще спасла папу, потому что после войны... Это был Ялтовский договор, это положение Ялтовского договора, что люди, которые были советские граждане, в день объявления войны, их нужно было вернуть. Так что она его провела через Европу, как глухонемо, потому что он только русский знал. И, по крайней мере, так они рассказывали. И, по сути, спасла его. В России у вашего отца осталась семья. Вот когда вы узнали о сводной своей сестре? Ой, тоже интересный момент. Достаточно случайно иммиграция, особенно образованная иммиграция, такая интеллигенция, академическая, достаточно узкие были круги. И был прекрасный филолог, который преподавал в Гарварде. Тарановский его звали. Там, Якобсон из этих кругов. И он папу знал. Ирина, кратко, не очень много, но она была замужем за то, что за филолога. Такой Юрий Левин. И они друг друга знали. И как-то разговор зашелся о том, что да, есть такой Глеб Клинка, который в Нью-Йорке. Он даже пишет статьи, написал целую книгу. Перевал – это литературное такое образование, в котором он участвовал. С благословения папы Глеб Глебович приехал в Россию и встретился со своей сводной сестрой Ириной. Когда первый раз я попал в Москву, все было настолько знакомо. Даже было такое ощущение дежаву, что я здесь был. И, видимо, потому что по его словам где-то такую четкую картину разрисовали в сознании или в подсознании. Ирина встретила ранее незнакомого ей брата очень дружелюбно. Они вместе много гуляли по Москве. Потом договорились, что она обязательно приедет в США. Для нее это был сложный шаг. Ей было всего 10 лет, когда началась война, и отец ушел на фронт. Она считала, что он их с мамой бросил. Под самый конец его жизни Ирина приехала в Нью-Йорк. И я с ним пообщалась. Но он уже был... Он уже шел в своем мире. Он общался с Боротынским и уже как-то ушел из этой еженедневной жизни. Так что эта встреча была, особенно для нее, не очень удовлетворительной. Там были очень сложные отношения. Встреча с Ириной была для Глеба Глебовича по-настоящему судьбоносной. Она познакомила его со своей подругой Елизаветой, медиком по образованию, который впоследствии стал его женой. Я собрал все свое мужество и позвонил ей и пригласил ее в кедо. Чего более интересного не мог придумать. И потом в ресторан. В тот период, когда в ресторанах было трудно попасть, ничего не было. Одно блюдо очень грубое, такие офицарки. Так что как-то... Робантики было мало. Мы очень рано поняли, что мы вместе останемся. Это такое... Даже сейчас для меня это странно. Я так говорю слух, а в голове у меня крутится. Ну как это могло быть, знаете? Глеб Глебович очень хотел остаться со своей женой в России. Это был конец 80-х годов. По словам Глеба Глебовича, это были суровые времена, когда в стране царила анархия без власти. Я очень хотел здесь... Я даже получил работу. Я договорился с англоязычной газетой. Не «Москав Таймс» нам известный, а второй был такой «Москав Нюс». И я с ним договорился, я сказал, с удовольствием, мы вам какую-то смехотворную сумму будем платить. И вы будете нашим корреспондентом здесь. Можете писать на английском. Я с большой гордостью вернусь. Она на меня посмотрела с такой смесь жалости. И снисхождение. На тот момент у Глеба Глебовича была уже хорошая юридическая практика в Штатах. И он преподавал право. Так что, обдумав все за и против, они уехали в штат Вермонт и прожили там 17 лет. Елизавета Петровна повысила свою квалификацию в сфере палеотивной медицины. Это направление изменило всю ее жизнь и сделало тем, кем она стала. Но ей пришлось вернуться в Россию, когда мама попала в кому. Елизавета приходила к ней каждый день. Именно в тот период младший сын Алексей закончил школу, приехал с отцом в Москву и поступил в высшую школу экономики. Потом они снова уехали в Штаты, где остался старший сын Константин. 25 декабря 2016 года Елизаветы Глинка, доктора Лизы, любимой женщины Глеба Глебовича, не стало. Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Чишерин в Латакии. Как вспоминает Глеб Глебович, во время прощания в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве вся людская толпа опустилась на колени. Про Елизавету Глинка тоже идет речь в новой книге «Симбирские глинки». Она была издана в издательстве Олгум. Также о «Симбирских глинках» вы можете прочитать в журнале «Мономах». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Оллправда ТВ.